В этот же день в Химках московская «Динамо» сыграет с Ростовом. График набора очков в последних трех турах у обеих команд одинаковый, по одному поражению и две ничьи. Белоголубые располагаются на 12-м месте и еще не гарантировали себе место в РПЛ на будущий сезон. От зоны стаковых матчей москвичей отделяет всего два очка. Ростов же, скорее всего, уже не сможет побороться за Еврокубки, а 15 мая команду ждет ответный матч полуфинала Кубка России. Первым клубом, который покинет элитный дивизион, может стать Анжи. В случае домашнего поражения от тульского арсенала команда потеряет шансы остаться в РПЛ уже в пятницу. При других исходах встречи клубу из Дагестана нужно ждать результат матча Уфы. Анжи выйдет на игру под руководством Рената Избулатова, который заменит на тренерском мостике дисквалифицированного на два матча главного тренера Магомеда Адеева. Арсенал не проигрывает в чемпионате России на протяжении 10 матчей и отстает на одну очку от пятого места, дающего право сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы. Анжи в последний раз выигрывал 1 марта, после чего последовала серия из девяти игр без побед. Закроет пятничную программу тура встреча Московского локомотива и Казанского рубина. Команда Юрия Семина оступилась в прошлом туре в Туле, впервые проиграв в чемпионате с декабря, и в домашней игре против казанцев попытается взять три очка. Локомотив ведет борьбу за прямую путевку в Лигу чемпионов с Краснодаром. За три тура до конца турнира Московский клуб идет вторым, команда разделяет всего два очка. Рубин же в прошлом туре одержал долгожданную победу и подходит к игре в Москве в хорошем настроении. На субботу в премьер-лиге запланированы две игры. Аутсайдер чемпионата Енисей в последних турах прибавил и набрал шесть очков из девяти. Но в домашней игре против Краснодара команду Дмитрия Алиничева от вылета может не спасти даже победа. Как и в случае с Анжи, Енисею необходимо рассчитывать на поражение Уфы. Потерь очков не входит и в планы Краснодара, занимающего на данный момент третье место и опережающего ЦСКА на два очка. В заключительный игровой день Московский Спартак примет Уфу. Красно-белые, несмотря на неудачные результаты в апреле, не оставляют попыток попасть в Лигу чемпионов. Предстоящий соперник является для спартаковцев неудобным. В девяти играх Уфа одержала четыре победы при двух нищих. Также гости имеют положительную разницу забитых и пропущенных голов. Главное событие состоится в Санкт-Петербурге. Зенит в ранге чемпиона России по окончании матча с ЦСКА получит кубок за победу в Премьер-лиге. В соответствии с регламентом чемпионата России синие-бело-голубые, выигравшие трофей в пятый раз, получат кубок на вечное хранение. Хотим выигрывать, сделать максимум того, что можем. А пустошенность эмоциональная есть, она мешает показывать тот результат, который хотим видеть. Насколько нам удастся справиться, посмотрим, сказал главный тренер Зенита Сергей Семак. Также он отметил, что под вопросом участия нападающего Артема Дзубы, футболист и ЦСКА едут в Петербург с одной целью – победить. ЦСКА расстроен, что Зенит стал чемпионом, мы были нацелены на победу в чемпионате. Не будем сдаваться раньше времени и будем стремиться занять второе место. В игре с Зенитом нет цели испортить им праздник, хотим победить, отметил нападающий армейцев Такума Несимура. Другого мнения придерживается полузащитник ЦСКА Якоби Йол. Конечно, мы хотели бы испортить праздник Зениту и выиграть этот матч. Они будут играть на 100% против нас, мы тоже подойдем к игре готовыми, подчеркнула футболист.